Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, Антон. И сегодня мы разберем, что же сделали разрабы с лоу-киками в четвертой части игры. Но перед этим я хочу вкратце сказать вам то, что у нас с Зенисом есть телеграм-бот, в котором мы продаем гайды по UFC 4. Ссылочку оставляю в описании. Если вы мой старый зритель, то вы прекрасно помните такой контент, который называется «Тысяча лоу-киков». И суть такого ролика заключается в том, что я провожу эксперименты на тему реализма. И начиная со второй части игры, я собираю статистику по количеству ударов по ноге, после которых боец дается. Для того, чтобы картина была понятной и мы могли видеть, в каком направлении двигаются ES Sports, давайте вспомним, что же мы имеем в старых версиях игры. Я вкратце буду показывать вам фрагменты старых роликов и начать хочу со второй части. И для того, чтобы нам с вами не ждать всего процесса издевательства над испытуемым, просто переместимся под конец пятого раунда. Да-да, ребят, не удивляйтесь, именно пятого, в котором я так и не смог сломать ногу своему сопернику. И заглядывая в статистику ударов, мы видим с вами 596 лоу-киков. Ну что я могу сказать, друзья, просто, ну я в шоке, я уже не помнил, грубо говоря, какие-то там статистики, но 596 лоу-киков и бой не был закончен досрочно, это просто шок. Я не знаю вообще, чем думали разрабы, но это точно была не голова. И первый перк, который я добавлю в арсенал нашему бойцу, это три-чоппер. Он увеличивает шанс хромоты или нокаутов после наших лоу-киков. И давайте переместимся в октагон и посмотрим, добавит ли этот перк силы нашим ударам. И как мы видим, нам понадобилось нанести 59 ударов. 59 ударов с перком, это намного лучше, чем 596. Далее я показывал вам связку, то есть джеб плюс лоу-кик. И в этой игре была механика, она и остается такой, что каждый последующий удар будет сильнее. Отсюда вот и 34 лоу-кика. Как по мне, вторая часть, ну так себе вообще, там через ноги никто не играл, но там лоу-кики всегда засчитывались за значимый удар. Просто бьешь лоу-кики и выигрываешь игру. Переходим в UFC 3 и там я выполнял такие же приемы, как во второй части. 22 удара, как по мне, адекватный результат. Поэтому здесь все вроде бы неплохо. Я решил поставить индикатор здоровья и нанести по 10 ударов с перками и без. И как мы можем видеть, с перками мы наносили больше урона, чем без них. То есть приблизить нашего оппонента к нокдауну с помощью лоу-кика мы сможем быстрее с перками. И как обычно, во время каких-то экспериментов приходят очень странные мысли. Я решил попробовать сломать ногу своему сопернику в лежачем положении. И как вы видите, у меня ничего не получилось. Потом я схватил его в тайский клинч и начал также пробовать сломать ногу. Бил-бил и вместо убитой ноги я получил убитую выносливость своего бойца. Как по мне, это бредово, так как в реальной жизни травмировать ногу в таких положениях можно. И кто из вас занимался единоборствами, напишите, прав ли я. И под конец всей истории я вспомнил про удар, который хотят запретить. Я считаю, что это очень опасный удар и мне дико захотелось узнать, сколько же нужно таких ударов, чтобы боец упал на октагон с концами. Если честно, я был разочарован. 66 ударов. Как по мне, это полная дичь и мне кажется, 2 или 3 удара точно в цель и ноге придет полный пипец. Кстати, кто-нибудь из вас получал такой удар в реальной жизни? Расскажите, пожалуйста, как ощущения. И последний вопрос. Как вам чек лоу в этой игре? Как мы видим, чек лоу кика наносит колоссальный урон. И 8 заблокированных ударов понадобилось для того, чтобы боец сдался. Ну что я могу сказать, друзья, с третьей частью понятно. Очень интересно сравнить сейчас все эти статистики с четвертой. Поэтому давайте не будем медлить и переходим к самому главному. Сейчас я буду с Денисом вот это вот испытание проходить. Испытание, это эксперимент, блядь, испытание, Антон, не чуди. Для начала вы должны понимать, что есть 2 вида удара по ноге. Это лоу кик и калф кик. Лоу кик это мощный, но он более медленный удар. А калф кик, он хлесткий, быстрый, но меньше наносит урона. Первый эксперимент мы проводим в стоящего бойца за Джастина Гейджи, у которого пятый уровень лоу кика. Бьем, бьем, бьем. И как мы видим, нам понадобилось 19 ударов для того, чтобы бой закончился. Попытку номер 2 мы будем осуществлять уже калф киком. И как мы видим, нам понадобилось 23 удара. Кстати, друзья, хочу заметить то, что Нейт Диэс имеет самые слабые ноги в этой игре. Здоровье его ног равно 80. Теперь давайте попробуем взять бойца, у которого второй уровень лоу кика. К примеру, Нейт Диэс. И начинаем работать. Как мы видим, нам понадобилось 23 удара для того, чтобы завершить поединок, когда Джастину Гейджи понадобилось всего 19. Теперь я хочу проверить, сколько нужно лоу киков в момент удара бойца. К примеру, боец бьет оверхенд. Я скажу вам приблизительную цифру, друзья, потому что есть погрешность. Короче, 5 ударов будет, если вы прям идеально попадете. Ну, 8-10, если вы, например, будете попадать когда-то хорошо, когда-то плохо. Грубо говоря, от 5 до 8 ударов и ваш соперник падает, если у вас Джастин Гейджи, а ноги у соперника, как у Нейта Диэза. Далее мы берем момент перебежки бойца. Нам здесь понадобилось 10 ударов, но если чисто попадать, то я думаю 6-7 и бой будет окончен. Идем дальше по плану и здесь, друзья, самое интересное. У меня было написано пробить стоперы. И мы с Денисом просто ошалели. Я вам честно скажу, мы ржали как могли. Мы били, 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 били. Первый раунд, второй раунд, третий раунд, четвертый раунд. И, как вы видите, сейчас идет пятый раунд. И я до сих пор бью стоперы. А Нейт Диэз до сих пор падает, падает и падает. И нам понадобилось 448 стоперов для того, чтобы не завершить бой досрочно, а выиграть решением 50 на 40. Это просто жесть вообще какая-то. И напишите в комментариях, нормально ли это. Как по мне, это очень опасный удар. И стоишь ты, двигаешься, бьешь. Неважно, ты должен просто умереть. У тебя должна нога стереться. Да не только у бойца, который принимает, а еще и который бьет. У него тоже не должно быть ноги. Просто шок, пацаны. Это вообще нереализм. Дальше мы попробовали идти на соперника, который тебя бьет стопером. И нет никакой разницы. Тоже нельзя выиграть. А вот во время удара понадобилось 29 ударов. Ну, что уже более-менее. Хотя, прикиньте, ты бьешь оверхенд, и тебе наносит стопер. Я не знаю, я не хотел бы такое ощущать, если честно. Не забываю показать моменты, где нельзя сломать ногу. Даже если у тебя минимальный показатель здоровья ноги. К примеру, вот когда соперник валяется. Ты бьешь, 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 а толку от этого нет. Также, например, в клинче, да, возле сетки. Ты тоже лупишь, лупишь, лупишь. Толку от этого никакого нет. Напишите в комментариях, вообще, ну, часто ли так выигрывали, или вообще, может быть, там, не больно. Я хрен его знаю. Потому что я не боец. Мне интересно ваше мнение. Можно ли в реальной жизни выиграть таким способом поединок? Ну, и последнее, что хочу показать, это чек лоу-кика. Лоу-кика, кстати, и калф-кика. От лоу-кика. 7 чеков понадобится для того, чтобы ваш соперник отлетел. А калф-кик 12. Это тоже приблизительные цифры, потому что, если, например, вы даете своей ноге отдыхать, то, наверное, они будут больше. Если меньше даете отдыхать своей ноге, то они будут вот такими. Вот такой вот получился ролик, как по мне. Есть какие-то спорные моменты, даже кринжовые, смешные, как вот со стоперами. Есть, вроде бы, хорошие. То есть, вот момент удара бойца. Если бы там, например, 1-2 сделали, то, мне кажется, все бы били просто лоу-кики. А так, 5-8, это классный показатель. В общем, четвертая часть, как по мне, вырвалась вперед по экспериментам в лоу-киках. Что вы думаете, пишите в комментариях. Ну, а я, как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.